Музыка Стоите вы в очереди в Минском гастрономе, а за вами Восьмикратный олимпийский чемпион Оли Эйнар Бьерн Даллен Многие подумали бы, что это слухи Но один из болельщиков сделал селфи со знаменитым биатлонистом И тот в социальных сетях подтвердил Да, на этой неделе он тренируется в Минске В интернете уже давно пишут о романе норвежца с трехкратной олимпийской чемпионкой Дарьей Домрачевой Но сами король и королева биатлона хранят на этот счет молчание И другие темы недели Индия стала ближе Президент Пронап Мукерджи посетил Минск Курс меняется чаще Белорусская валютно-фондовая биржа перешла на принцип непрерывного аукциона Состав ушел под откос Железнодорожная авария под Светлогорском обошлась без жертв С глаз долой Сигареты 1 июля уберут с прилавков Обсудим меру с разработчиком антитабачных законов Ольгой Бартман Неделя вновь прошла под знаком внешней политики Три дня в Минске с официальным визитом провел президент второй по численности населения страны мира, Индии Сначала во Дворце независимости состоялись переговоры глав государств Затем на следующий день в национальной библиотеке прошел бизнес-форум с участием президентов Кстати, индийским гостям это место очень понравилось Ведь библиотека по форме напоминает алмаз А Индия один из ведущих экспортеров алмазов в мире Президент Александр Лукашенко лично встретил индийского коллегу у Дворца независимости 79-летний Пранап Мукерджи, пожалуй, самый опытный политик из действующих высших чиновников Индии Он был министром финансов еще в 80-х в правительстве Индирыганди Далее занимал посты министра обороны и иностранных дел Индии При встрече он подчеркнул, что Дели и Минск на международной арене действуют сообща Попытки изолировать Беларусь, попытки Беларусь как-то поставить на место, надавить на нашу страну Бесперспективны, пока мы имеем отношения с такими гигантскими государствами, как ваши Спасибо, ваше превосходительство Прежде всего, я хотел бы выразить глубокую признательность за очень теплые приемы гостеприимства, оказанное мне и моей делегацией Первый официальный визит президента Индии в Республику Беларусь уже сам по себе Лучшее свидетельство того, насколько заинтересована Индия в углублении и расширении отношений с Беларусью Я действительно еще в ранге министра иностранных дел имел честь во время вашего визита в Индию Провести с вами обширные переговоры о всестороннем углублении и расширении наших взаимоотношений Индия одной из первых признала независимость Республики Беларусь и установила дипломатические отношения И с тех пор мы всегда стремились сближать наши интересы, укреплять взаимоотношения между нашими странами Отталкиваясь от их советского уровня Главы государств пообщались в расширенном формате, где обсудили все возможные варианты сотрудничества Александр Лукашенко предложил президенту Индии реализовать совместные с Беларусью проекты в горнодобыче и нефтегазовом секторе Среди инициатив и организация совместного производства техники для выхода на рынки Юго-Восточной Азии В ближайшие годы ваша страна планирует значительно увеличить добычу угля Что потребует привлечения дополнительной техники для разработок В Индии уже работают большегрузные автомобили БелАЗ Показывают высокие эксплуатационные характеристики И мы предлагаем завершить до конца 2015 года создание в вашей стране Собственного центра сервисного обслуживания таких сложных машин Президент Индии посадил дерево на аллее почетных гостей у Дворца независимости Кстати, совсем рядом дерево, посаженное председателем КНР Си Цзиньпинем три недели назад Пронап Мукерджи также посетил ряд промышленных предприятий и Белгосуниверситет Где ему было вручено удостоверение почетного профессора Нужна постепенная и продуманная приватизация Причиной популярности сохранения в Беларуси доминирования государства во многих секторах Являются социальная стабильность и невысокое расслоение общества по уровню доходов Кирилл Рудый, помощник президента Беларуси по вопросам экономики Борьба с курением в Беларуси активизируется Правительство и парламент одобрили запрет на размещение в открытых витринах табачных изделий С 1 июля в магазинах будет вывешен лишь список марок с ценами Наша гостья, заведующая отделом общественного здоровья Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ольга Бартман, уверена Беларусь готова к полному запрету курения во всех закрытых помещениях От общепита до офисных центров Такой антитабачный закон сейчас готовится в парламенте Скажу, что Ольга Владимировна один из идеологов, если можно так выразиться, антитабачной кампании в Республике Беларусь Это так? Ну да, у нас работает большая команда, я один из членов этой команды Ольга Владимировна, ну вначале, каковы основные цели и задачи государственной политики по противодействию потреблению табака? Цель это одна, это в принципе снижение потребления табака среди населения Республики Беларусь Ну а сколько сейчас белорусов курят? У нас данные социологического исследования, которое было проведено в 2012 году По данным того исследования, Беларусь курит 30,5% населения А есть по гендерному разделению? Сколько курят мужчин? Да, значит, вот на тот же год мужчин курит 46,8% Женщин 16,2% Верно ли то, что курильщики приносят вред не только своему здоровью, здоровью окружающих, экологии, но и экономике? Прежде всего, есть ряд заболеваний, которые причинно связаны с потреблением табака Их достаточно много, я уже не говорю о тех страшных, потому что 30% смертности от сердечно-сосудистых заболеваний И 30% смертности от раковых заболеваний связаны с потреблением табака Мы говорим уже вообще о смертности, да? Соответственно, ну, эти потребления табака ведет к тому, что увеличивается количество вот именно этих заболеваний Табачные изделия исчезнут с прилавков, во всяком случае в открытом виде Но продаваться-то они будут, как? Будут составлены списки табачных изделий, которые имеются в продаже Ну, прескуранты, проще говоря, с ценами, которые будут находиться у продавца Никакой выкладки табачных изделий ни в одном из отделов магазинов быть не должно и не будет, я так думаю Вот, более того, ну, вы же знаете, что сейчас и в киосках «Союз печати» тоже продаются Они, как правило, расположены на задней панели, этого тоже не будет, будут списки Вот То есть списки будут везде? Да Многие предполагают, что следующим шагом станет полный запрет на курение в общественных местах Ну, мы работаем над этим вопросом И, в принципе, вот проект того закона, о котором мы говорили, да Он был разработан специалистами системы Минздрава И там были включены, расширен перечень мест, где курение запрещено общественных Ну, поскольку пока вот закон у нас не проходит, возможно, мы будем думать, чтобы включить дополнительно в декрет номер 28 еще и вот эту вот норму Какие еще меры по борьбе с табакокурением будут приниматься в Беларуси, мы узнаем чуть позже, а пока другие новости неделю в Беларуси Беларусь и Псковская область намерены наращивать взаимодействие Об этом в минувший вторник шла речь на встрече главы государства Александра Лукашенко с губернатором Андреем Турчаком Псковская область – это как Беларусь И тот опыт, который мы собирали по крупицам, модернизируя сельское хозяйство, думаю, он вам пригодится Если вам это нужно будет, мы вам абсолютно бесплатно поможем в этом плане Потому что ошибок здесь быть не должно, лишних денег никого нет, а ошибка – это лишние траты денежных средств Мы самые ближайшие соседи и условности, которые представлены границами, они на нас не распространяются Глубинное проникновение и гуманитарных контактов, и экономических контактов между Псковской областью и Витебской областью Другими регионами Республики Беларусь, но они имеют глубокие исторические корни Александр Лукашенко выразил обеспокоенность тем, что в целом товарооборот Беларуси с соседним регионом России невысокий – около 50 миллионов долларов в год В числе перспективных сфер взаимодействия Александр Лукашенко назвал сельское хозяйство, промышленность, строительство Руководство региона в скором времени примет решение относительно пилотного проекта по возведению жилья силами белорусов Обсуждались и проекты в сфере логистики, ведь по территории региона проходит оживленная трасса М-20 – Санкт-Петербург-Витебск Игорь Конякин в минувший четверг вступил в должность генконсула России в Бресте Предыдущий глава представительства Никита Матковский сложил полномочия Причина – достижение предельного возраста пребывания на государственной службе Никита Матковский выходит в отставку Светлогорске чудо помогло избежать трагедии Под оживленным автомобильным мостом с рельсов сошел товарный поезд, груженный щебнем Из 68 вагонов товарного поезда 14 перевернулись Ни один из них опоры моста не задел Людей рядом с местом происшествия также не было Причина ЧП – износ деталей подвижного состава Причина схода вагонов на станции Светлогорск – это как результат разрушения колеса Колесо в процессе движения начало разрушаться, отдельные фрагменты выпадали из колеса на расстоянии порядка 6 километров от места схода Светлогорск – важный железнодорожный узел Южной Беларуси Движение было прервано практически на сутки На расчистке места ЧП работали несколько кранов и три ремонтных поезда Минторг обещает навести порядок в магазинах Second Hand Согласно постановлению, с 1 июля 2015 года бывшие в употреблении одежда и обувь перед продажей подлежат стирке или химчистке В июле начнутся рейды по магазинам с целью проверки чеков из прачечной на каждое изделие Конечно, стоит ожидать повышения цен Например, если сегодня мужская рубашка стоит в Second Hand в среднем 200 российских рублей в пересчете То поход в прачечную добавит к ее цене еще 150 А пользуетесь ли вы услугами таких магазинов, мы спросили у Минчан Я думаю, что стоит для кого-то, у кого нет денег И не стоит у кого не есть Мне кажется, ну не все же люди обеспеченные Я думаю, что хорошая поддержка, особенно для многодетных Они же импортные, во-первых, качественные Да, покупаю некоторые Служные моменты в жизни, да, конечно Покупаю Как-то не очень отношение к этому Стараюсь лучше в магазин сходить Многим слоям населения, в общем-то, это не под силу покупать в каких-то дорогих бутиках, а там можно? Вы знаете, я не пользуюсь вещами Second Hand Почему? Ну, как-то нет доверия к тому, как обработано Кто-то ее носил, эту одежду, там ее обувь Так-то вот, ну, выработался у меня внутренний какой-то тормоз, который не позволяет подойти и купить что-то Лучше дешевое наше, чем я пойду в Second Hand и куплю неизвестно кем ношеный и как обработано Один из идеологов антитабачной компании в Беларуси, Ольга Бартман у нас в гостях, мы продолжаем В Великобритании, к примеру, все сигареты собираются упаковывать в одинаковые бесцветные пачки Эта мера уже работает в Австралии Как вам такая мера для Беларуси? Мне бы хотелось сказать, что есть два пути, да, вот какие вообще требования к упаковке Первый путь это вот тот, о котором вы сказали Когда они все бесцветные, невзрачные, не привлекают внимания И на самом деле вот такая мера действует и в Австралии, и в Великобритании Но для Беларуси вот на данном этапе сейчас как раз другой путь Страны Таможенного Союза в течение нескольких лет работали над таким документом Как технический регламент Таможенного Союза на табачную продукцию Вот, и в этом документе были оговорены требования к упаковке Предупреждение на упаковке должно содержать в себе картинку и предупреждающую надпись Причем составлять должно не менее 50% Ну, картинка должна быть страшной Ну, картинка, вы знаете, насчет страшной, скорее всего, она страшная Потому что она отображает, как правило, последствия потребления табака Ну, это либо легкие курильщика, вы понимаете, что ничего там красивого быть не может, да Либо вот недоношенные дети, либо там какие-то раковые изъязвления, там, я не знаю, языка, еще что-то Но я еще хотела бы сказать, что первый проект, да, то есть первые эскизы этих картинок были сделаны казахстанской стороной Вот, но сейчас будет работать еще рабочая группа из Минздрава, которые будут дорабатывать вот эти вот картинки с тем, чтобы уже в следующем году промышленность смогла запустить вот упаковки именно с такими требованиями Ну, я вам просто советую, позволить, смогу дать, вот мы уже смотрели эту пачку, я как человек курящий, ну, к сожалению, наверное Вот видите, вот существующая норма, да, вот картинка, она действительно неприятная, неприятно ее смотреть Но я переворачиваю пачку, у меня красивая пачка сигарет Мне кажется, что если вот здесь, чтобы картинка была полностью здесь и здесь Ну, так и будет, по требованиям она с обеих сторон, больших сторон пачки и занимает не менее 50% Да, чтобы как-то ее не повернуло Да, безусловно Но я бы хотела сказать, что тут тоже есть свои нюансы, потому что, ну, табачные компании, раньше, когда была выкладка, даже там, где были картинки или где были вот эти предупреждения Потому что в Белоруссии на данный момент нету картинки, есть только предупреждающая надпись Они таким образом располагали вот в этих вот, ну, боксах, допустим, над кассами, да, чтобы эти предупреждающие надписи не были заняты Что вы скажете об электронной сигарете? Разные мнения, одни говорят, это абсолютно безвредно, другие говорят, что это еще вреднее, чем табак Ну, пока немногочисленные исследования, которые проводились в отношении электронных сигарет, говорят скорее об их небезопасности, чем о безвредности Это касается и составляющей той жидкости, которой заправляются картриджи, и то, как действует вот этот вот пар, который образуется при использовании этих сигарет на окружающих Потому что разная индивидуальная чувствительность людей Если, ну, вот, подростки или молодежь, значит, пользуются электронными сигаретами, да, то потом они все равно переходят на обычные сигареты Есть такая, ну, закономерность, поэтому сейчас, ну, по инициативе Министерства здравоохранения Вопрос по, ну, ограничению, а в последствии возможностей вообще прекращению производства, оборота, продажи, значит, на территории нашей страны электронных сигарет Он обсуждался на уровне Совета министров, и, в общем-то, есть поручение продумать меры по ограничению Ольга Владимировна, но ведь этот вопрос можно решить политически и фактически единомоментно Жестко запретить курение там-то, 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 и ввести какие-то штрафы и какие-то наказания А получается, что комиссии работают, обсуждают так, не этак Тут политическое решение, это очень здорово, когда оно есть, вот, и, мне кажется, оно у нас есть в стране, вот, потому что, ну, многое сделано для того, чтобы сократить потребление табака Вот, но еще очень важно, чтобы зрело сознание вообще людей Вы не представляете, как много обращений приходит в Министерство здравоохранения о курении на балконах, в подъездах В общем-то, то, что касается подъездов, у нас регулируется законодательством Вопросы балконов, да, но это, в общем-то, территория квартиросъемщика Ну, законодательное регулирование, это великолепно То есть простым запретом ничего не сделается Я думаю, что это хорошая мера, но Ну, как-то, как-то, средние вековцы рубили головы за курение Ну, да, но мы не в средних веках А человечество все равно до сих пор курит Мы идем по пути цивилизованного общества, которое, ну, в общем-то, регулируется какими-то нормами и законодательными, и социальными Мне вот непонятно, когда стоят на остановке, в городе Минске курение на остановках запрещено решением Минского городсполкома Ну, если я стою на этой остановке, я обязательно к нему подойду и скажу, что курение запрещено там, допустим, пожалуйста, либо затушите сигарету, либо отойдите Вот, если еще лет семь назад я могла нарваться на что угодно Сейчас, как правило, люди прислушиваются и либо отходят, либо тушат сигарету Из десяти, может быть, восемь так поступают Таких людей, которые делают замечания, их, к сожалению, очень мало Либо это нравится, либо, ну, как-то мы не привыкли к этому Вероятность нарваться все равно же есть, понимаете? Да, есть, безусловно Но, тем не менее, мне кажется, что если бы вот как-то больше и социум реагировал вот на такие проявления Нарушения, так скажем, действующего законодательства, наверное, это было бы гораздо эффективнее В тех странах, где курение, допустим, в барах, ресторанах, ну, вообще в закрытых помещениях, там, допустим, общепита Вот, в сфере там развлекательного бизнеса, да, запрещено Там на тебя посмотрят 30 представителей ресторана, да, которые пришли посетить Посетили ресторан, посетители Вот, и, в принципе, наверное, рука не поднимется Там просто полицию вызовут Вызовут полицию, но если вдруг кто-то почему-то решит достать сигарету Прежде чем он закурит, вот будет такая реакция Вот, ну, а если уж совсем какой-то неуменяемый, вызовут полицию, конечно По мнению правительства, ситуация на финансовом рынке стабильна в среднем каждый день Продажа физлицами валюты на 5 миллионов долларов превышает покупку Александр Лукашенко, как всегда, в начале месяца принял с докладом о развитии экономики Премьер-министра Андрея Кобякова Если раньше мы выбрасывали валюту жгли золотовалютные резервы То сегодня пополняем их, этот процесс хороший Констатировал глава государства Такая монетарная или там валютная наша политика Она ведь никому не нужна, если нет развития экономики Это естественно Но это не значит, что мы должны отойти от жесткой политики Глава государства констатировал, что из-за обвала российских рынков, санкций, эмбарго Белорусская экономика потеряла почти 3 миллиарда долларов в последний год С июня торги на белорусской валютно-фондовой бирже идут в режиме непрерывного двойного аукциона Изменения носят технический характер Курсы на бирже теперь могут меняться чаще одного раза в день Соответственно и в коммерческих банках котировки будут корректироваться чаще Многих пугала неизвестность, но ничего страшного не произошло Изменилась и точность курсов Если раньше значения доллара и евро были кратны 10 рублям, то сейчас их кратность соотносится с одним рублем А российская валюта будет просчитываться буквально до одной копейки Средневзвешенный курс, по ним полученный в течение всего дня, будет использоваться нацбанком в качестве официального курса на завтра В Минске прошла одна из крупнейших выставок сельского хозяйства в Восточной Европе – БелАгро 23 страны представили новинки сельхозтехники и оборудования, технологии для производства Впервые в форуме приняла участие делегация Соединенных Штатов Америки Девиз выставки идентичен тому, что используется на Экспо-2015 в Милане – накормить планету Вьетнам отменяет визы для туристов из Беларуси С 1 июля этого года на срок до 15 дней белорусы освобождены от необходимости обращаться в посольство Напомним, белорусская сторона в одностороннем порядке упростила процедуру получения въездных виз гражданами Вьетнама еще в декабре прошлого года Белорусская теннисистка Виктория Азаренко оштрафована на 7 тысяч долларов за нецензурную брань Инцидент произошел во время матча третьего раунда Ролан Гарос с Сиреной Уильямс В момент кульминации судьи приняли решение в пользу американки Белорусская сочла его ошибочным Кстати, несколько крепких выражений она произнесла по-русски Но, видно, организаторы поняли, о чем шла речь Нам нужен был тот чертов повтор У вас нет права на ошибку на таком уровне Ну а для игрока не просто рассмотреть такой след от мяча Нам с Сиреной ничего не нужно выяснять между собой Я даже подарила ей пару моих шорт Потому что Сирене они очень понравились Виктория Азаренко Теннисистка Теннисные страсти порой не уступают настоящему театру Кстати, туда мы сейчас и отправимся в рубрике «Место» Большой театр Беларуси, как его называют, а если правильно Национальный академический большой театр оперы и балета Здание театра в Минске начали строить в 1934 году Стиль советский конструктивизм Строительство велось на месте снесенного старейшего В городе Троицкого базара Открыли его в 1938 году А уже через три года во время оккупации Минска здание разграбили немцы Коллектив заведения в это время находился в эвакуации в Горьком, где в местном оперном театре даже работало 50 человек минских солистов В Советском Союзе театр имел устойчивую репутацию одного из самых ярких и открытых к творческим поискам оперных коллективов За что получил звание «Большой» и был награжден Орденом Ленина, а чуть позже и статус «Академический» Таких театров в Союзе было всего пять Здесь ставили не только русскую классику, от князя Игоря до Щелкунчика, но и произведения белорусских авторов Оперы «Костузь-Калиновский», «Дикая охота Короля Астаха» и многие другие Пять лет назад в театре проведена масштабная реконструкция, а внешний облик постарались максимально сохранить первозданным в духе 30-х И вопрос о жизни в Союзном государстве, сегодня вопрос о необходимости паспорта Обязательно ли нужен гражданину Российской Федерации для посещения Республики Беларусь Иметь при себе заграничный паспорт Заграничный паспорт не обязателен Гражданину России в Беларусь можно ехать с любым паспортом И с дипломатическим, и с общегражданским, и с служебным, и даже с паспортом моряка Одного из этих документов, удостоверяющих личность, достаточно О том, как отучить белорусов курить, мы сегодня говорим с Ольгой Бартман Вопрос как к врачу Я понимаю, что нет общих правил, как бросить курить Но может быть, что-то вы посоветуете людям, которые до сих пор привязаны к табаку? Вы знаете, что на самом деле, даже общаясь с коллегами-наркологами Им тоже сложно выделить какой-то такой метод, который является панацеей Поэтому кому-то достаточно дать себе слово, тихо промолчать И вот он бросит курить через день, два или месяца Кому-то может помочь случай Если у вас такая цель, и вы не можете, по какой-то причине у вас самого не получается Или у кого-то самого не получается это сделать Тогда лучше, конечно, обратиться к специалисту, который может подсказать Многочисленных платных клиник в Беларуси, человеку, который хочет, но не может по каким-то причинам бросить курить Куда ему идти, куда ему звонить? На сайте Министерства здравоохранения есть перечень телефонов доверия наркологических диспансеров Этот человек может позвонить по любому из этих телефонов Кроме того, горячая линия телефона доверия работает в Республиканском научно-практическом центре психического здоровья Он может обратиться и туда, и в принципе Понимаете, вот вы эти названиями, мне кажется, мы отпугиваем людей Потому что... Но ведь это же... Курича, который не считает себя алкоголиком Он говорит, а зачем я буду звонить в наркодиспансер? А тем более в центр психического здоровья Я всего лишь курю Звонок изначально он анонимный Если человек понимает из разговора, что да, он попал туда, куда надо Он может договориться о встрече и прийти уже конкретно к специалистам В наркологических диспансерах оказывают помощь, но не только тем людям, которые уже стоят на учете Ну, я не знаю, есть еще, конечно, и общественные организации, которые много этим занимаются Если есть какой-то барьер обращения к специалистам специализированных медицинских учреждений Можно, конечно, попробовать обратиться в общественные организации В общем, было бы желание Да, конечно, безусловно Это прежде всего, что необходимо Потому что никакой нарколог, никакой там общественник Вам не поможет бросить курить, если вы этого не хотите В союзном государстве к 2020 году решено унифицировать Минимальные акции за на табачные изделия Но и вместе с тем они вырастут примерно в 2,5 раза То есть сигарету станут гораздо дороже Может быть, эта мера будет действенной И курить просто будет не по карману? Вообще, самыми действенными мерами в ограничении потребления как табака, так и алкоголя Является, первое, это повышение цены А второе, это ограничение продаж Повышение цены, оно на самом деле более эффективное Потому что, как вы говорите, и бьет по карману Но тут тоже важно, чтобы договорились о каком-то стране Которое, допустим, в таможенном союзе, в союзном государстве В ЕАЭС, о котором мы сейчас говорим Чтобы минимальный, хотя бы минимальный какой-то акциз, который вводится Был одинаковый для всех Ну да, чтобы сигареты из Беларуси не поехали в Россию Это очень важно Потом, в принципе, каждая страна Кто-то более быстрыми темпами может позволить повысить цены Кто-то менее быстрыми Но вот этот вот минимум, он должен быть конкретно одинаковый во всех странах Ну и потом Минфины наших стран, они работают в сотрудничестве И, в принципе, я думаю, есть договоренности по постепенному подъему цен на табачные изделия Ну то есть скоро нас ждут очень дорогие сигареты И более того, купить их будет почти негде Я надеюсь, да Ну, не могу не спросить, Ольга, курили ли вы сами? Нет, я не курила Но пробовали? Ну, это было очень давно Вы знаете, как это? Практически нет Но если пробовали? Нет Проба оказалась очень такой роковой Я еле выжила, если честно Вот, у меня закашлялось Там были слезы Ну, слава богу, что вы выжили И теперь с нами здесь И в правильную сторону боретесь Спасибо вам за эту работу Напоминаю, гостем нашей программы Сегодня была Ольга Бартман Человек, который стоит на переднем крае борьбы с табакокурением в Беларуси Ну, а мы с вами прощаемся Чтобы увидеться, как всегда, ровно через 7 дней В следующее воскресенье Неделя в Беларуси на телеканале ТРО До встречи Времени на раскачку нет Даже, я бы сказал, не на раскачку А на то, чтобы зарядить и потом выстрелить В конце августа, начале сентября Осталось всего два месяца Мы не можем людей оставить без работы В противном случае людям и государству такое не надо Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь Россия? Такой вариант нельзя исключать Я бы поиграл в России В команде, которая ставит перед собой высокие цели в чемпионате и в Еврокубках Ну и город, понятно, тоже имеет значение Александр Глеб, капитан сборной Беларуси по футболу Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова